Девушки отдыхают Король был безутешен Он ее очень любил И тоска просто его голодала И он решил, что память о его любимой королеве Должна быть увековечена чем-то Ну очень исключительным Он пригласил лучших архитекторов Нанял лучших рабочих И в самом лучшем месте Начал строить усыпальницу для своей супруги Король был очень заинтересован в своем проекте Каждый очень часто посещал строительство Строительство началось прямо вокруг гроба королевы И он ходил, проверял Не так кладешь кирпичи Не так замешиваешь раствор Вот смотри, как я это делаю А вот это вот что у тебя тут под ногами валяется И вот так вот в хлопотах о строительстве Боль утраты начала потихоньку отступать Ну и на момент строительства Когда уже все построили Сдали под ключ Оказалось Гроб королевы исчез Просто ее выбросили со строительным мусором Это история построения Тач-Махала Великолепнейшее сооружение Без внутреннего содержания Западная стена Это часть храма Построена Иродом Великим Последние 2000 лет Она является самой основной святыней Для евреев, которые приходят туда молиться Давайте посмотрим на человека Который был достоился построить эту святыню Ирод Великий построил храм И частью этого храма Является западная стена Западная стена Это не сам храм Это только его кусок И евреи молятся тому Что присутствовало когда-то В этом храме Кто такой был Ирод? Его отец Сантипатр Был идумиянином Насильно обращенным в иудаизм В 47 году до нашей эры Юлию Цезарь назначает его прокуратором Прокуратором Иудеи И его сын Ирод становится правителем в Галилее Когда Ирод был правителем в Галилее Два раза ему пришлось выносить смертный приговор В одном случае там было восстание Шек разбойников И в другом случае один человек убил своего отца Ирод применил казнь Но он и применил казнь без разрешения Синедриона А Синедрион посчитал Что это оскорбление Что это убийство Без разрешения высшей власти И вызвали Ирода на ковер И ему избежать наказания удалось Только потому Что он пришел со своей личной охраной Так началось противостояние Между Синедрионом и Иродом Затем в Иудее в семье Маковеев Хашманаим Начинаются внутри семейные разборки Кому достанется Иудейский престол И есть одна фракция Которая видела светлое будущее Иудеи В союзе с Парфианским царством И другая фракция Которая видела светлое будущее Иудеи В содружестве с Римом Ирод поддерживал тех Которые были с Римом Но когда В сороковом году до нашей эры Вот эти фракции Которые поддерживали Парфиан Она захватывает Иерусалим Происходит истребление Тех, которые поддерживают Другую фракцию И в этот момент погибает Фазеил Который был братом Ирода И он в то время был На должности мэра Иерусалима После Ирод построит Четыре башни в Иерусалиме Одну из этих башен назовет По имени своего брата Фазеил И сегодня эту башню знают Как башню Давида Ирод бежит Ирод бежит из Иудеи в Рим И там докладывает Сенату О том, что происходит в Иудее И выдвигает свою кандидатуру Что он вот Может, когда он будет царем Он будет продвигать Интересы Рима в Иудее Он проводит деятельность Знакомится Заводит хорошие связи С Антонием Который будет императором Сен-Дрион посылает Свою делегацию Говорит, что его не назначаете Потому что Ну какой из него царь? Он же Идумей У нас Ну написано, что должен быть Царь из среды себя Ну вообще-то лучше всего Из рода Давида Но вот написано Из среды Своего народа А вот не из обращенных Из Идумей Но Сенат это не впечатлило Ироду дали 30 тысяч пехотинцев И 6 тысяч кавалеристов И когда В 37 году Он прибывает В 37 году до нашей эры Он прибывает в Иерусалим И захватывает Иерусалим Который делает Своей столицей И так он захватывает его С войной Сразу первым делом Уничтожает Сколько? 46 ведущих членов Синодриона В Синодрионе было 70 человек И 46 из них он убивает И переводит Синодрион Что он решает только религиозные вопросы А правительством занимается Король Отделил церковь от Государство Дальше Из Умерщвляемых членов мудрецов Он оставил Бава Бен Бута Посадил его в тюрьму Ослепил Отделану там Корону из пиявок И приходил к нему Узнавать его мнение Спрашивать советы И в одной из таких беседей Он пришел Инкогнито И спросил Видел ты, что этот жестокий раб сделал? Слепой Бава отвечает Что же я в силах сделать В отношении его? Прокляни его В Писании написано Даже в помыслах Не кляни царя Сказано Начальников В народе твоем не проклина То есть преданного народу Этот же враг народу И ты не бойся проклясть его Ведь кроме тебя и меня Здесь нет никого Тот отвечает Снова из Писания Птица небесная Может слово перенести И крылатая Речь пересказать Знай же, что это я Ирод говорю с тобою И признаюсь Знай я, что иудейские ученые Люди столь строгой нравственности Я не казнил бы их Ныне же, чем я могу Искупить преступление свое? Ирод кается Он сожалеет в том, что он убивает Что он убивает мудрецов И поэтому спрашивает Какое Какими делами он может принести плод Своему покаянию И на это Баба ответил так Заповедь светильник И закон свет Погасивший свет мира Казни мудрых Пускай зажжет свет мира Восстановлением храма Это была причина того Что Ирод впоследствии Занялся восстановлением храма Народ Не очень любил Ирода И когда Ирод сказал О своем проекте О восстановлении храма Ему никто не поверил Но он занялся тем Что в первый год Он обучал строителей Левитов Обучал строительным профессиям Чтобы они могли сделать Ту работу Которую В святилищем Могли там находиться Только левиты И только священников И тысячу Левитов и священников Он обучал Строительным профессиям Поэтому это заняло А И он пошел на такое условие Что реконструкция храма Она будет такой Что не будет прерываемо Служение Ежедневные Жертвы И все богослужения Все церемонии Поэтому Это заняло Очень длинное время Больше сорока лет И К тем временам Когда Иешуа Приходил в храм Эти работы не были Еще закончены За 37 лет Царствования Ирода В Палестине Вырос общий уровень Благосостояния Из-за отсутствия войн И внутреннего порядка И расширения торговли Ирод собирал Налоги На огромной территории Он арендовал У императора Августа Кипрские Медные рудники Вспомните таблицу Менделеева Как там Медь В таблице Менделеева Купрум Слово Купрум Происходит от слова Кипр То есть На Кипре Были такие значимые Медные рудники Что они дали название Самому Химическому элементу То есть На латыни Медь Это Купрум Слово Кипр И вот эти рудники Ирод арендует И прибыль из них Половину из этой прибыли Он оставлял У себя В Рудее Другой проект Он построил Кесария Это первый в истории город Построенный С искусственной Гаванью То есть Пустое место Песчаный берег Он там решил построить Порт Во-первых Стратегическое место Что корабли Которые зимуют В Кесарии А не В Греции Они имеют Преимущество В одну неделю В навигации Весной И летом И плюс Для зимовки Надежная бухта Для зимовки кораблей И для Купцов И моряков Там Всякие Развлечения На римский манер Театр И Ипподром На этом Пустом месте Не было воды Поэтому Провели Из Хайф Из горы Кармель Провели Акведук Длинный В Кесарию Поступала Пресная вода Во-вторых Откуда он взял Камни Для строительства Этой бухты Он применил Тогда это была Новинка технологии Бетон Значит Были построены Из арматуры Вот такие Деревянные Из деревянной Опалубки Была сделана Каркас Туда клали Песок Цемент Их отвозили На то место Где они должны были Находиться Вот этот мол Заливалось Морской водой Пока оно не тонуло И вот так вот Становился Еще один Вот такой вот блок Кирпич И вот так вот Был построен Целый мол И очень много До сих пор Ведутся поиски Археологические Поиски Даже на дне моря Что там Все это происходило Как-то так оно Происходило Что Песок Морской песок Он не оставался В бухте А этими течениями Волнами Он вымывался Из бухты Чтобы эта Бухта Она не Не обмелела И Дальше Он еще построил Не знаете Вот эти Многие крепости Крепость Масада Это плоская гора И там была построена Крепость Из Иерусалима Видно Были там Две горы Близнецы И одну из них Одну эту гору Он перенес На вторую гору И там была Построена Гробница Ирода Иродиона Крепость Иродиона Там его Кстати до сих пор Ищут Могилу Ирода Иногда Говорят Что находят Но потом Это все Благополучно Провергается Пока Могилу Ирода Не нашли Насколько я знаю Дальше Ирод Ирод Был Благотворителем У него была Очень большая Благотворительная Деятельность Он поддерживал Все еврейские Очаги По всей Римской Империи И Он не только Сам давал Деньги Он Мотивировал Всех остальных Людей Тоже давать Деньги Это был Один из Проектов Он кстати Восстановил Олимпийские Игры Чтобы они Проходили Торжественно С достоинством Он был Тем кто Ввел Награду За второе Третье Места На Олимпийских Играх Что еще Да Вот это Вот система Битуах Леуми Национальное Страхование Что каждый Человек Мог рассчитывать На какое-то Пособие Если он Обеднеет И это С тех пор Во всех Еврейских Общинах Была Купа Где Богатые Жертвовали На помощь Бедным Когда я Изучал Биографию Ирода С одной Стороны Он был Таким Жестоким Правителем Да Вот эта История Вот эта История Которая Произошла С Маденцев Вифлееме Она имела Место Он был Таким Жестоким Тираном С другой Стороны Он был Благотворителем И Да У него Покаялся И сделал Такую Мотивацию Что Удостоился Построить Храм И Святыню Ну В библейском Стловаре Написано Например Например Что Что Даже Не Знают Почему Этот Человек Был Назван Великим Это Непростой Человек Непростая Биография И Что Еще На Прощание Я Вам Скажу Вот Какую Вещь Следующий Раз Мы Придем Посмотрим В Библии Как Ирод Напоминает Мессию Я говорю Мы Почитаем О том Что Ирод Является Прообразом Мессии Об этом В следующий раз До свидания Продолжение следует